всем привет на канале old dutchman сегодня у нас с вами будет продолжение темы начатой мной в одном из последних выпусков о демонстрациях радикальных исламистов в германии почему я решил затронуть вернее продолжить эту тему потому что после вот этой вот самой большой демонстрации которая произошла в гамбурге в конце апреля среди журналистов появилось два лагеря за и против и вот я хотел бы вам кое-что сказать по тем людям которые столкнулись лбами на одной из передач на центральном телевидении и высказывали свои мнения свое отношение к вот этому требованию радикальных исламистов находящихся живущих в германии большинство из них живет на птичьих правах с требования требование вот это вот создать государство халифат значит передача называется hard abe fair то есть как бы в переводе на русский грубо но красиво там встретились два человека с разных сторон вот этих вот скажем так баррикад одна журналистка немка по происхождению она родилась 25 октября 80 года во франкфурте в семье немца и индуски то есть ее отец коренной немец его звали пауль герхард хюбш но в молодые годы он решил перейти в ислам потом взял себе имя хадьятула очень долгое время даже ходил в мечеть проповедовал там и так далее но это личное дело каждого каждый выбирает религию по своим интересам и вкусам так вот и его дочь родившаяся в конце октября 80 года ее зовут кола марьям хюбш она скажем так не радикальная мусульманка но она уверенная в том что ислам за исламом будущее скажем так у нее высшее образование она помимо журналистики изучала еще германистику и другие сферы вот так вот она на пи в этой передаче высказалась что след бы высказалась по теме вот этого халифата и так далее буквально следующим образом мол типа все люди неважно политики простые люди слишком много придают внимание и значение своим фантазиям боясь признать то что халифат это хорошее государство мол типа если в германии и возникнет халифат то от этого станет только лучше всем ей скажем так с другой стороны баррикад выступил человек исследователь ислама востоковед ахмад мансур он живет в германии он занимается этим исламом и проблемами вот это вот исламской религии уже очень и очень давно так вот он ей сказал вы вообще понимаете разницу между халифатом и обычной страной не будь то германия или еще какая-то наша страна берем в частности германию основывается закон законы основываются на требованиях и желаниях населения то есть если людям что-то не нравится не могут выбрать себе какое-то другое правительство если людям не нравится они могут создать референдум для того чтобы допустим отменить какой-то закон или внести какие-то поправки так далее халифат же основывается на вот эти вот мусульманские законы называемые шариатом и там у людей нет никакого права голоса они не имеют права сменить свое правительство высказать негативные отношения к этому правительству они не имеют права высказывать свое мнение это он ей сказал и говорит еще один момент вы забываете о том что в исламском в радикально исламском государстве каким будет халифат женщина не имеет права голоса стоять женщина не имеет права голоса здесь в германии вы говорит можете высказывать свое отношение к политике вы можете высказывать свое отношение к социальным проблемам вы можете высказывать свое отношение абсолютно во всех сферах жизни которых вы касаетесь сказал ахмат мансур но говорит к сожалению если у нас возникнет государство халифат вас лишат права голоса вы говорит это понимаете вот как раз на эти слова Холла Марьям Хюбш, журналистка, знаток германистики, ответить ничего не смогла. Что я вам могу сказать, ребят, именно вот по этим последним событиям. Люди, стремящиеся к созданию вот такого мусульманского жесткого радикального государства халифат, которые, вот я вначале сказал, живут здесь на птичьих правах, они не соображают, что они играют с огнем. Потому что в первую очередь криминалисты и полиция, обычная полиция, следят абсолютно за каждым из вот этих вот людей, за их кланами, ливанскими кланами, берутскими кланами, за всем, что они делают, за всеми их радикальными высказываниями, выступлениями, абсолютно за каждым шагом. Вот эти вот люди, они не понимают того, что они идут против конституционного строя той страны, в которой они находятся. Большинство из них, как я уже сказал, находятся здесь на птичьих правах. Что это значит? Это значит, что, допустим, вот в городе Берлин есть такой район, Нойкёльн. В этом районе очень много выходцев из Ливана, из Палестины. Они живут там с 80-х, с конца 70-х, с 80-х годов. И практически львиная доля, процентов 70, а то и 90, вот всех вот этих вот живущих в этом районе, принадлежат каким-то арабским кланам. Это раз. Занимаются чем? Они, единицы из них работают на производстве, все остальные просто-напросто чернушат. Где подработал, где что-то украл, где продал наркотики. Занимаются проституцией, занимаются грабежом, занимаются насилием. И что самое интересное, у этих людей нет действующего немецкого паспорта. У них есть временный вид на жительство, есть такое понятие, как терпимые. Так вот, эти люди находятся в статусе терпимых до тех пор, пока Ливан страдает от сумасшедшей вот этой вот коррупции, пока Палестина находится постоянно на курсе войны с Израилем. Эти люди считаются здесь терпимыми, потому что они не могут вернуться к себе на родину, скажем так. Так, вот такие вот дела. Куда я съехал? А, блин, не туда съехал, мне еще рано сворачивать. Вот такие вот дела. Поэтому, вот вам результат, это только начало, это только начало. И многие полицейские, многие функционеры из полиции, высшие чины, говорят о том, что если эти демонстрации будут продолжаться и дальше, то, к сожалению, этим демонстрантам придется распрощаться со своими главами вот этими вот радикальными исламистами, которые толкают их на вот эти вот преступления против конституционного строя в стране. Это все, что я вам хотел сказать вот в этом коротком маленьком выпуске. Делайте выводы. Я не хочу сказать, что вот ислам плохой, а христианство хорошее. Нет. Что в исламе женщина не имеет права голоса, что она вообще не считается за человека. Что в фундаментальном христианстве то же самое. Вы почитайте Библию и вы увидите, что женщина обязана слушаться своего мужа вплоть до каждого звука, каждого слова. Без его согласия она не имеет права ни голоса, ни мнения. Почитайте Библию. Религии в основной массе своей, они схожи, очень схожи между собой. Но радикальный ислам, вот этот вот фундаментальный ислам, радикальный ислам, вот эти вот, которые требуют, чтобы был у нас в стране халифат. И по законам, все жили немцы по законам шариата. Они этого не дождутся. У них ничего из этого не выйдет. Поверьте мне, я знаю, что я говорю.